Выбрались с мамой на завтрак, вот сейчас идём. Знаете, такое даже настроение, немножко Париж-Париж. Такая дымка прекрасная, люди просыпаются, очень мило в кофейнях пьют кофе. Вот, мы тоже сейчас идём в кофе под названием Мамс Бейкери. Может быть просто Мамс Кафе? Мамс Кафе, по-моему, не называется. Вот, и там будет завтрак. Нет, я говорю Мамс, это ты, видимо, слышишь в свою сторону. А потом мы вернёмся и будем уже переезжать на азиатскую часть города. Мамс оказались закрытыми и мы пришли в коронавирус. В общем, у нас с мамой так и не получилось сходить Мамс Кафе, потому что просто там как будто идёт стройка. Хотя, очень странно, у них нет никакой информации об этом. И здесь, в целом, знаете, не принято как-то в инстаграме информировать о том, что что-то вы не работаете. И это очень странно. Я настолько от этого отвыкла, что очень тяжело снова включаться в эту неожиданность. И всегда, знаете, нужно, чтобы было какое-то дополнительное место, куда ты можешь сходить, чтобы оно было ещё где-то недалеко. Вот, поэтому это да, тоже нужно учитывать, если вы, мало ли, поедете в Стамбул. Вот, мы сейчас хотим прогуляться ещё до моря. Тут буквально 10 минут идти. И потом уже пойдём домой. Наши вещи собраны. Мы просто будем ждать уже хозяина, чтобы он помог нам спустить чемодан. Пирожочек. Какой ты кляшный. За что нельзя делать? Ты такой кляшный, такой кляшный. Какой кляшный кот. Кляшный кот. П details. Памкин. 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 Короче, у нас тут супер стресс случился, потому что наша квартира должна была быть в другом месте. И нам пришлось ещё дополнительно ехать. Мы сейчас дальше от того места, где мы должны были жить. Но тут очень красиво. Сейчас вам покажу. У нас такой вид из окна. Это типа столовой. Всякие тарелочки, кухонька. Тоже очень светлая, очень красивая. Тут у нас гостиная. Тут уже вид очень красивый. Я надеюсь, очень красивый свет будет. Можно будет видео записывать. Очень просторная гостиная. Очень классно. Еще бы зеркало было. Андрей, ты видел? Есть зеркало. Все, у нас теперь будут луки. Every day будут луки. Look of the day. Мамина комната. На время. Look of the day. Это наша ванна. Пока мы ее не успели ничем забить. Посмотрите, как красиво. Очень красивая ванна. Зеркало тоже. Maybe что-то мы тут будем делать красивое с вами. Не уверена, но кто знает. And let's go. Это будет комната. Это шпальня. Дорогой Андрей, вы довольны? Да, да, конечно. Супер. Я вообще всегда довольна. Вообще обожаю распаковываться. Мне кажется, это самое прекрасное, когда ты можешь расставить свои кружечки, свои чашечки и все места положить на места, чтобы знать, где они находятся, а не в каком чемодане думать. Вот, термосик беру с собой, очень нравится. Моя прекрасная кружечка для кофе. Сейчас расслабляемся, немножко выдыхаем, буквально часик-полтора. Потом сходим до магазина, купим продуктов, чтобы можно было поужинать. И будем финально отдыхать. Сегодня день такой супер-супер-супер стрессовый получился на самом деле. Потому что тут должны были жить. Поэтому мы перестрессовали, что нас могут обмануть. Субтитры сделал DimaTorzok Сгонялись с мамой в Икею. Купили, если честно, ехали в основном за организатором и за доской разделочной. Но доски не было, поэтому купили только организатор. И по мелочам какая-то немножко бестолковая поездка появилась. Но мы хотя бы покатались на метро. Интересный опыт. И потом уже доехали до центра азиатской части. Пообедали. Сейчас идем в парк. Покажу его название. Вообще он очень клевый. Там много кошечек и очень красивый вид на море. У нас немножко просветляет. Немножко солнышко становится. Но все равно до сих пор капает дождь. Поэтому не буду вас долго морозить. Мочить. Надеемся, завтра будет уже хорошая погода. И мы сможем поехать на третью часть острова. И тоже хочу вас с собой взять. У нас наконец-то сегодня солнечная погода. Мы очень рады этому. Правда, сил после вчерашнего нет. Так как мы вчера из центра шли минут пятьдесят. Потому что такси не работало. Общественный транспорт не приезжал. И это было, конечно, очень стрессово, что мы шли с покупками. И мы прям очень встали. Сейчас идем завтракать. И после с мамой поедем на третью часть Стамбула. Где очень много мечетей. Вот. Да. Беру вас с тобой. Может, просто. Субтитры сделал DimaTorzok Добрый день. Доброе утро. У нас сегодня снова какое-то невероятное солнце. И мы потихонечку просыпаемся. Приходим в себя. И сегодня в планах дома позавтракать. Потом, возможно, немножко я помонтирую видео. И после мы поедем на Принцевы острова. На остров Адалар. Где мы жили с ребятами. Хотим маме тоже показать немножко острова. Посмотреть, как ей. Как нам. Вот. Погулять там. И если честно, мне кажется, я немножко потянула спину. Когда тащила чемодан. Это Андрей предположил. И у меня болит поясница. Поэтому вообще каждое движение для меня пытка. Очень больно. Вот. Пару дней мажусь уже мазью. Чтобы немножко полегче стало. Надеюсь, сегодня будет прям комфортно. Монтирую сейчас это видео. И хочу немножко такое сделать завершение. Потому что вас на Принцевы острова я не взяла. Потому что вы остались на зарядке. И в целом к тому моменту это был уже какой-то типа пятый день с мамой. Постоянно снимая. Все это время я еще работала. У меня болела спина. И если честно, я очень сильно подустала. И морально, и физически. Потому что нужно было еще практику свою делать. Вот. Но в целом казалось, что все равно я отвыкла от проведения времени с мамой. Вот. И на это тоже уходили силы. Поэтому что могу сказать. Мама уехала домой. Она все уже в Добрянке. Все хорошо. А я пару дней отдохнула. От того, чтобы что-то снимать. Погрузилась снова в работу, чтобы сделать какие-то ключевые задачи, которые у меня висели. И сейчас потихонечку снова включаюсь в процесс съемки. Монтажа. И хочу сразу вам сказать, что я не знаю, почему у меня вот эти гличи появляются на видео. Вообще у меня нет ни малейшего представления. Вот. Постараюсь как-то изучить больше этот вопрос. Потому что мне это не нравится. И пока что это единственное, что что-то не так идет с этой камерой. Очень неожиданная история. Не знаю, если вы слышали что-то об этом. Буду рада помощи. Можете заметить, что я как будто в нос говорю немножко. У меня ощущение, что у меня аллергия. Либо на ракевую пасту, либо на травки в чае. Вот. Я пока еще не поняла, в чем дело. Но меня как-то очень сильно горло заложило. И сейчас все в нос идет. Очень странно. Странно себя чувствую. Какая-то слабость появилась. Я надеюсь, что это не болезнь. Вот. Но так или иначе, да. И сегодня я уже начала снимать новое видео. Поэтому, если вам понравилось это, не забудьте поставить палец вверх. Написать ваш комментарий. Напишите, если вы рады, что я вернулась. И как-то снова могу быть с вами. Подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Я буду рада радовать вас больше новым контентом. И вообще, моя жизнь очень простая. Но мне так нравится ей делиться. И так нравится потом это все пересматривать. И нравится себя замечать таким образом. Смотря на себя через камеру и монтируя себя. Очень для меня терапевтические действия. Которые очень хорошо влияют на мое ментальное и физическое состояние. Спасибо вам большое за просмотр. И увидимся уже в следующем видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok